Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Алексей Кузьмичев. Довольно долгое время не выходило новых видеоуроков. Все дело в том, что я устроил себе небольшой отпуск, отдохнул и сейчас с новыми силами я готов записывать для вас новые видеоуроки по фотошопу. И как раз сегодня я подготовил для вас небольшой, но очень интересный видеоурок, в котором я вам расскажу, как создать очень интересный акварельный эффект, как будто бы ваша фотография написана на холсте различными мазками. Итак, для работы нам с вами понадобится собственно фотография, с которой мы будем работать, текстурка, ее я приложу вам к видеоуроку, а также нам понадобятся специальные кисти, их я также приложу к этому видеоуроку, вы их сможете скачать, установить и уже поработать над своими фотографиями. Я их уже заранее установил, выглядят они вот таким вот образом. Так, вот как вы видите, здесь у меня они в самом конце представлены. Такие вот различные кисти с акварельными мазками. Итак, для того, чтобы начать работу, создаем новый документ. Размер для него поставим примерно 2200 пикселей на 1400 пикселей, нажимаем ОК, открываем в новом окошечке и в первую очередь копируем нашу текстуру бумаги. Нажимаем Ctrl A, Ctrl C, чтобы ее скопировать и вставляем сюда, нажимаем Ctrl V. Так, зажимаем комбинацию Ctrl T на клавиатуре, чтобы войти в режим свободного трансформирования и с зажатой клавишей Shift, чтобы у нас пропорции не искажались, мы уменьшаем размер нашей текстурки до размера листка. Вот таким вот образом. Примерно так. Оставляем, нажимаем клавишу Enter и теперь переходим на нижний слой. Здесь щелкаем два раза по нему, чтобы разблокировать его и нажимаем клавишу ОК. Теперь переходим в пункт фильтр, галерея фильтров и здесь нас интересует папочка Текстура и фильтр Текстуризатор. Здесь выбираем текстуру под названием Холст. Масштаб поставим примерно на 100-150% в зависимости от того, какой вам рельеф нужен. Если нужен посильнее, то увеличивайте масштаб. И здесь поставим второй параметр рельеф где-нибудь на 5, или может даже чуть побольше, примерно 6%. Свет можете поставить любой. У меня сейчас стоит снизу. Можете поставить тот, который вам больше нравится. Нажимаем клавишу ОК. И у нас данный фильтр применяется к нижнему слою. Пока что результат у нас не заметен. Чтобы его проявить, давайте поменяем режим наложения верхнего слоя на умножение. Переходим на верхний слой и меняем его режим на умножение. И как вы видите, теперь у нас текстурка проявилась. И наш листочек уже похож на холст, как вы видите. Теперь можно приступать уже к работе с фотографией. Давайте ее откроем. Нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C, чтобы ее скопировать. И переходим обратно в наш документ. Нажимаем Ctrl-V, чтобы ее сюда вставить. Вот примерно таким образом. Теперь при помощи свободного трансформирования Ctrl-T, если необходимо, подгоняем размер. Я оставлю примерно так все как есть. Не буду ее растягивать. И помещаем данную фотографию под текстурку нашей бумагой. Вот таким образом. Как видите, сейчас фотография приобрела вот такой вот необычный и интересный вид. Но мы сейчас сделаем еще более интересным наше изображение. Для этого добавляем сюда маску к нашей фотографии. И заливаем эту маску черным цветом. Выбираем на палитре черный цвет. Нажимаем комбинацию Alt-Del. Как видите, у нас фотография исчезает. И сейчас мы ее при помощи специальных кистей будем проявлять. Выбираем инструмент кисть. И выбираем какие-нибудь интересные здесь варианты кистей. Менять размер кисти можно быстро при помощи квадратных скобок на клавиатуре. Вот таким образом, как вы видите. Ставим белый цвет. Прозрачность и нажим 100%. И начинаем делать мазочки на маске. Делаем первый мазок. Получаем вот такой вот результат, как вы видите. Возьмем теперь другую кисточку. Давайте, к примеру, возьмем такую. Также уменьшаем размер до нужного нам. Делаем еще мазочек. Так. Продолжаем добавлять мазки. Выбираем другие кисти. Так. Еще уберем. Делаем мазочек здесь. Ну, еще можно добавить пару мазков. Так. Эта кисть уже у меня была. Возьмем такую. И сделаем несколько мазочков еще здесь. И вот здесь. Так. Вот что у нас получилось, как вы видите. Теперь уже фотография смотрится как будто бы нарисованной на холсте. И чтобы усилить эффект, мы можем еще добавить слой под нашей фотографией. Просто создаем пустой слой внизу. И теперь при помощи различных цветов добавим еще дополнительные мазки, чтобы эффект смотрелся еще более интересно. Так. Давайте возьмем опять какую-нибудь кисточку из набора. Так. Сделаем. Давайте возьмем вот эту. Выбираем какой-нибудь цвет. Лучше всего цвет брать напрямую с фотографии. Давайте возьмем первый цвет с горы вот здесь. Вот примерно такой. Нажимаем ОК. И делаем мазочек. Также можно взять другую кисточку. Выбрать другой цвет. К примеру, вот такой вот светлый. И сделать еще мазок здесь. Также не забываем работать с другой стороны. Здесь можно выбрать красный цвет. Добавить пару мазочков здесь и здесь. И теперь выбираем еще какую-нибудь кисть, чтобы добавить несколько мазков снизу. Здесь возьмем зеленый цвет, такой вот зеленоватый. И еще потемнее. Можно переходить в настройки кистей, менять угол для кисти, чтобы мазки у нас ложились не одинаково, а разнообразно. Вот я сейчас зашел в параметры кисти и поменял угол нашего мазочка. Вы это можете сделать также щелкнув по палитре вот здесь. Либо если у вас ее здесь нету, то вы можете перейти в пункт окно и выбрать здесь пункт кисти. У вас откроется то же самое окошечко. Так. Ну и давайте возьмем последнюю кисточку и сделаем еще несколько мазочков наверху. Вот эту возьмем. так и выберем цвет. Примерно такой. Несколько мазочков здесь и давайте развернем кисть. Сделаем еще мазочек вот так. Вот таким образом. Ну что ж, на этом в принципе наш эффект закончен. Как видите, вот что у нас получилось. И теперь вот таким вот несложным образом вы можете абсолютно любую фотографию украсить и сделать ее более интересной. Ну что ж, большое всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok